С такой ситуацией я не сталкивалась ни разу. А вам что, жалко? Расскажу то, что меня очень сильно разочаровало. Привет, девчонки! С вами Наташа. И в этом видео обзор I'm Studio. Я раньше ничего не покупала от этого бренда. Сейчас буду открывать вместе с вами первое впечатление. Для тех, кто не знает, я делаю обзоры максимально честными, так как покупаю все за свой счет, и никто мне за это не платит. Вот, я даже разрезаю вместе с вами. Вот так это все выглядит. По поводу их ассортимента и сайта. У них красивая, классная одежда, мне нравится. Сайт неплохой. Единственное, платишь за доставку и также платишь за возврат. На сайте визуал хороший, все показано на моделях. Цены, конечно, высокие. Ну, давайте смотреть качество вещей. Все достаточно просто. Первое попалось мне платье изо льна. Такие же цвета у них на сайте были. Когда я впервые увидела это платье на сайте, я захотела в бежевом цвете. В бежевом мой размер быстро закончился. Я думаю, ну ладно, хочу тогда в розовом. В розовом тоже закончилось. Осталось только в черном. Но я посмотрела, в соседнем городе есть мои размеры в магазине. Если что, отправлю брата, чтобы он мне купил нужный размер, если это платье подойдет. Что я могу вам сказать? Я о им студии услышала только на самом деле хорошие отзывы. И достав это платье, понимаю, что оно очень классное. Тут есть выточки. Сейчас я сделаю еще примерку и будет более понятно. Но, по крайней мере, на первый взгляд все очень хорошо, красиво. Тут есть подклад. Это лен. По-моему, 14 тысяч. Это дорого, я считаю. Конечно, дорого. Но все качественно. Вещь действительно классная. И я, на самом деле, за то, чтобы покупать чуть более дороже, но носить дольше. Например, моему комбинезону из Massimo Dutti года три. И я его каждый год ношу летом, потому что он качественный. Он выглядит точно так же, как тогда, когда я его купила. И я считаю, это классно. Если есть возможность купить вещи, которые вы будете носить долго, я за это. Мне платье нравится. Я подумываю просто в более носибельном свете. Черный все-таки это как бы вечерний вариант, я считаю. Такой плотный лен. Вы знаете, я купила лен в лайме. И я поняла, что лен бывает плохим. Вот, правда, я думала, что лен, он и в Африке лен. Но лен оказался разным. И тот лен, который я купила в лайме, он, конечно, не очень хорошо себя повел. Взять, к примеру, этот лен, который я купила в Massimo Dutti, с ним ничего не произошло. Форма комбинезона осталась прежней. И лен плотный, он не светится. В лайме, помимо того, что лен очень какой-то тонкий, ужасно светится. Мой топ из-за льна вообще волнами вот по низу пошел. Не очень это все красиво выглядит. Мне не понравилось. Я в лайме, например, лен покупать не буду. Итак, девчонки, смотрим платье. Сейчас я микрофон сюда куда-то прицеплю. Платье невероятно красивое. Бюстгальтер носить не нужно. Здесь двойной лифт. Но платье не на мой рост. Видно, что провисает ткань, потому что платье должно сидеть немного ниже. Талия не там, где нужно. Если его покупать, то его надо под меня потом ушить. Еще дополнительно заплатить, чтобы сделать, как мне нужно. Сидит туго. Да и вот здесь немножко поджимает. Наверное, нужно брать не S, а M. M это, пожалуй, в платьях. Это мой размер. Я обычно беру M. Но просто так как тут должно сидеть по фигуре, я решила, что возьму S. Ну, мало ли. Я купила в размере S юбку. Она выглядит очень большой. Вот такого цвета платье есть у них, как черное. Я вам показала. Это первый магазин, который прислал одежду с вешалкой. Мне вешалки эти не нужны. В принципе, это как бы лишнее. Но это симпатично выглядит. Ну, девчонки, ну, конечно. Тут я понимаю, за что цена. Я понимаю, за что цена, потому что классные вещи. Их трогать приятно. Лен плотный. Внутри подклад. Швы прекрасные. Когда прикасаешься к вещи, ты понимаешь, за что ты платишь. Ну, это, конечно, не базовая вещь, да? Такая очень специфическая. Слушайте, ну, красивая. Юбка очень красивая. Шикарная юбка. Будем смотреть примерки. Так, девчонки, что я могу вам сказать? Какая юбка приятная? Такие приятные ощущения. Юбка сложная. И поэтому топы, конечно, подходят мои не все. Я вот свой как-то черный трансформировала немножечко. Он не так изначально выглядел. Для того, чтобы он гармонично смотрелся с юбкой. Я була в цвет к топу. Туфли. Круто будет, если купить такой же топ, чтобы был комплект. А потом его как-то разбивать. То есть топ менять с обувью, либо как-то еще. Здесь, как и в платье, чувствуется, что не на мой рост посадка. Вот здесь есть пустоты. Скорее всего, также юбка должна сидеть немножко ниже. Но это также можно исправить. Но что делать? Не подходит мой рост к большинству магазинов. Поэтому приходится подстраиваться. Я думаю, она никого равнодушным не оставит. Ну, пока что я в восторге. Дальше. Платье стоит 20 тысяч. 20 тысяч платья. Давайте смотреть. Красивое. Вот это драпировка. Очень красивое платье. И тут и молния хорошая, девчонки. Отлично ездит молния. Платье очень красивое. Качество мне нравится. Но оно в размере S на мне не застегнулось. Платье добавляет объема. На мне это не сильно критично. Но если у вас имеются лишние килограммы, имейте ввиду, это платье сделает их еще более заметными. На размер больше, я полагаю, будет еще объемнее. То есть я еще больше буду в нем выглядеть. Я бы себе его не покупала. За 20 тысяч я не хочу выглядеть полнее. Я хочу выглядеть стройнее. Первое платье было круче. Оно подчеркивало изящность, подчеркивало достоинства, формировало достоинства, которых там, возможно, и нет. А вот это платье, конечно, нет. Я говорю ему нет. Вот это я уже не помню. Мне, знаете, что было интересно? Так, велосипедки. 10 тысяч велосипедки. Мне не нужны велосипедки. Мне просто было интересно, почему велосипедки стоят 10 тысяч. Хороший трикотаж, приятный. Но он ничем не отличается, этот трикотаж, от того, который представлен в предыдущих магазинах. Он такой же хороший, но я не могу понять, почему так дорого. Ладно, я взяла в размере, по-моему, побольше. М. Надо было L брать. Они какие-то уж очень маленькие. Сейчас как натянут все мои минусы. Ладно. Хороший трикотаж плотный. В них будет, скорее всего, жарко летом. Ткань приятная, но, как видите, белье видно. Честно, велосипедок сейчас настолько много, не вижу ярких преимуществ, чтобы я захотела за них платить 10 тысяч. Серьезно. Так, дальше, что у нас тут? Вот, я возлагаю надежды на этот топ. Мне он на сайте очень понравился, и я себе его, если все хорошо, возможно, оставлю. У меня восторг, они молодцы. Придраться не к чему, серьезно. Разве что к цене. Дорого. На топе есть строчки из ниток серебряных. Очень симпатично выглядит. Так, девчонки, я не поняла, зачем сделали такие длинные веревки. Наверное, для простора фантазии. Мне очень понравился топ. Я без белья. Ничего не просвечивает. Они такие молодцы. Здесь делали хорошую подкладочную ткань, и абсолютно ничего не видно. Единственное, вот в таком варианте лучше не оставлять, потому что всем будет видно. Поэтому, наверное, крест-накрест лучшим вариантом для этого топа в размере S. Я бы, конечно, хотела попробовать в размере M, но, по-моему, в размере M уже нет. И последняя вещь. Вот это я не понимаю, что это такое. А, это топ. Все, я его узнала, конечно. Не сразу, но узнала. Вот он, топ. Какой красивый топ. У них этот топ есть в других цветах. И вот в таком ярком розовом, как я вам юбку показывала. И в очень пульно-розовом красивом, нежном. Я хотела пульно-розовый, но я не успела его заказать. И даже ярко-розовый не успела заказать. Это единственный был S. Я чувствую себя в нем куклой. Знаете почему? Потому что по ощущениям, движение вправо, движение влево, сзади где-нибудь хрустнет. Может быть, не мой размер, но тут как бы все регулируется, по идее. Ну, в принципе, норм даже с моей небольшой грудью. Безумно красивый. Смотрите, рукава длинные. То есть, учитывая, что мне всегда рукава короткие, здесь очень классная длина. Посмотрите, какие красивые рукава. Они сделаны из тонкой ткани. Сбоку собраны. Очень быстро у них все разбирают. Не успел, опоздал, все. И, насколько я смотрела, дополнительных поступлений не идет. Я его, на самом деле, еле завязала. Во-первых, я не могу руки кверху подтянуть, потому что мне сзади тянет, и я боюсь его порвать. Я еле завязала у себя на шее. Ну, хорошо было померить на размер больше, но вот как есть. Вот так это выглядит. Стильная, модная вещь сезона. И сам топ, и эти веревочки. Крутая, интересная задумка. Под чашечками есть прорезиненная вставка, которая не дает перемещаться. То есть, смело можете двигаться и не бояться, что ваша грудь вдруг куда-то выпадет. А теперь расскажу то, что меня очень сильно разочаровало. Магазин хороший. Я, безусловно, там буду еще покупать одежду, но я, скорее всего, не буду покупать онлайн, если я не буду уверена, что эту вещь оставляю себе. Теперь подробнее. Что я имею в виду? Я столкнулась с возвратом. На их сайте написано, что возврат рекомендуем делать через СДЭК. Так как я уже делала возвраты, и все возвраты проходят по накладной магазина. То есть, они оформляют возврат, высылают номер или что-то типа того, не помню. Приходишь в пункт, сдаешь эту коробку, ее отправляют обратно в магазину. А магазин потом взымает часть денег из суммы возврата, то есть за доставку. Это выходило во всех предыдущих магазинах 200 рублей. Я прихожу в СДЭК. С такой ситуацией я не сталкивалась ни разу. Я не знала, что если я буду возвращать сама от себя, не через оформленную заявку магазином, то сумма будет очень сильно выше. Мне насчитали около 1000 рублей, если я буду перекладывать одежду из коробки в пакет. На секундочку, я заплатила за доставку 200, еще я, ну допустим, пусть будет 1000, да, не будем сразу брать много. 1000 рублей я еще плачу за возврат, 1200. И топ один, который мне понравился, но не подошел размер, я перезаказала и еще доплатила 200 рублей за доставку. Итого я уже заплатила 1500. Мне в СДЭКе подсказали, напишите магазину, пусть они вам создадут возврат. У них есть контракт, им выходит дешевле. И у них скидка. Собственно, как все магазины предыдущие и делали. А я им пишу, прошу, вы не могли создать для меня возврат? Если я буду отправлять сама, мне выйдет очень дорого. Что мне сказали? Отправьте почтой России. И мне вышел возврат в 450 рублей. Почему другие магазины это продумали? А вам что, жалко? Вам жалко своим клиентам оформить более дешевый возврат? Меня разочаровали. И в следующий раз, когда я буду что-то покупать, я, конечно, 10 раз подумаю, рассмотрю вещи. Вот каких-то таких спонтанных покупок. Типа, знаете, покупаешь несколько вещей, потом может тебе еще какие-то понравятся на тебе, да? Это же им выгодно, чтобы я примерила больше и, может быть, купила больше. Но нет. Ладно, надеюсь, видео было полезным, как всегда. Не забывайте поддержать меня лайком и пишите в комментариях, какие еще вы хотите обзоры, на какие магазины.